Первая часть вашего утверждения и вторая часть вашего утверждения, на самом деле, виртуальны и выдуманы. В царское время хотелось власть, чтобы были традиции прописаны и так далее. Значительная часть народа жила в соответствии со старым укладом, но не потому, что таково было государство, а потому, что так жили люди. Это старый уклад стал разрушаться, стал разрушаться с приходом капитализма, с приходом, с разрушением традиционной общины, с тем, что молодежь уезжала в города и училась, в том, что люди обретали грамотность, в том, что появились разночинцы, выходцы из разных сословий, в том, что в общество были поставлены этические вопросы, которые в своей радикальной формулировке привели многих к революциям и к революционному сознанию. Равно, как и в советское время, коммунистическая идеология скорее декларировалась, нежели на деле осуществлялась. Конечно, Советский Союз был более справедливым в социальном смысле обществом, чем капиталистическое общество. Но он был поражен вирусом чудовищной лжи, публичной, поскольку декларация о счастье и справедливости не соответствовала тем реалиям, которые люди наблюдали, и власть бюрократии, номенклатуры силовых структур. Она была огромная и достаточно репрессивна, особенно в середине XX века. Сегодня, мне кажется, российская элита, как правящая, так и оппозиционная, находится в плену все тех же моделей. Мало кто говорит о ценностях. Все говорят именно о том, какой строить государство, какой был до революции, какой был при советской власти, синтез красного и белого, такой, какой в Европе, какой в Америке, какой в Израиле, не знаю, какой в Сингапуре, какой в Чили. Я слышал много чего за эти годы. Никто не говорит о том, что мы должны построить свое оригинальное общество, основанное на историческом опыте наших народов, и русского народа в том числе, в первую очередь, как самого большого народа, но и других народов, и основанное на ценностях. А ценности для, по крайней мере, той части человечества, которые выращены в культуре монотеизма, они, безусловно, это ценность свободы, свободы совести, свободы слова, свободы выбора, свободы торговли, свободы развития, в конце концов. Это права, которые следуют из декларирования свобод, личностных, индивидуальных, человеческих свобод, а не неких свобод, которые там прописаны где-то чиновниками. Вот, мне кажется, отсутствие в российской политической и интеллектуальной элите, еще раз подчеркну, как прогосударственной, так и оппозиционной вообще, понятия ценностей, как фундамента общества, приводит к тому, что Россия топчется на одном и том же месте, выдаптывая народ, население, которое сокращается за веками век. В других странах растет население, а в России на самом деле сокращается. Потому что тот прирост, который мы имеем, даже по отношению к 19 веку, это, скажем так, не тот прирост, который можно было бы ожидать в полной мере. Сокращается территория, теряется уважение к власти, теряется культура и вообще понятие культуры. Вот они часто говорят русская культура, традиционные ценности русской культуры. А какие ценности? А Достоевский, вот разговор Ивана с Алешей в трактире, это ценность русской культуры. Маяковский, это ценность русской культуры. Есенин, Господи, я верую, но веди в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край. Это ценность русской культуры. Страна негодяев Есенина, ценность русской культуры. Не знаю там. Андрей Белый, Валерий Брюсов с его членством в ВКПБ. Это тоже парадигма и ценность русской культуры. Поэтому здесь очень много не проговорено. Россия вообще страна такого, знаете, полубреда. Когда власть пытается, любая власть, монархическая, демократическая, советская, либеральная, силовая, какая угодно, пытается не следовать за ценностными категориями, которые живут в душах и сердцах этих людей, а пытается подобрать ценностные категории для оправдания своей власти. В России власть всегда ищет оправдание своему могуществу. А могущество любой власти в России огромное. Потому что достаточно маленький слой людей получает в свое распоряжение невероятные ресурсы. Власть над большим количеством людей при очень неразвитых коммуникациях, во всех смыслах, дороги к средствам коммуникации и очень неразвитых политических институтах, которые представляли бы волю народа, и полном отсутствии у этой правящей элиты понятия о ценностях. Это одна из главных российских проблем. Редактор субтитров А.Семкин